Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня мы начинаем проходить новый хоррор под названием The Forgotten Ones. Это тотальная конверсия игры Half-Life 2. В свое время мы играли в достаточно много таких конверсий, модификаций. Достаточно вспомнить Nightmarthouse 2, достаточно вспомнить Grey, Blacksnow и же с ними. То есть, как мы знаем, на этом движке можно творить реально крутые вещи. И вот Forgotten Ones. На самом деле я мог посмотреть эту игру гораздо раньше, потому что она уже давно лежит в свободном доступе, но только буквально вот на днях, 15 ноября, если мне не изменяет память, вышел финальный релиз, который уже, можно сказать, отполирован. Хотя на самом деле это не так, и там достаточно много багов. Но тем не менее, насколько я знаю по отзывам, это реально крутая вещь, которая разочаровывает в первые 15 минут, но всю остальную игру дико тащит, чтобы это не значило. Это я со слов так, мне так сказали. Поэтому давайте смотреть, а дальше уже разберемся по ходу действия. С новым хоррором у нас. Надевайте наушники. Господи, что ж ты орёшь-то так. Я уже могу сказать, что шрифт здесь какой-то вообще нечитабельный. Это месседж, что ли? Кстати, да, кругом свастика, игра про нацистов, про их заговоры, про их культы и тому подобное. Окультизм всякое разное, потустороннее. Вот. А мы играем, соответственно, за детектива. Бернт Андреас Эльде с радостью представляет. Forgotten ones. Забытые. То есть мы играем за детектива, который расследует как раз вот эти вот все нацистские дела. И сейчас мы отправимся в какой-то непонятный город, в котором, собственно, и будут происходить основные действия. Вот такая вот у игры завязка. Это, судя по всему, мы. В своем офисе. Работаем. И нам определенно нефиг делать. Стоим из тенковой перес. Я нашел того, кого ты ищешь. Человек, которого ты ищешь. На один старом немецком городе. Сам, говорит, туда езжай под свою ответственность. Отлично. Ладно, я тогда немедленно отправляюсь. Хорошо. Что это? Это наш пистолет. О, мы можем его взять. Что тут еще есть? Жбускна сохранял свою запись в этом журнале. Ты можешь тоже тут сейвиться. Понятно. Так, ладно. Хорошо, нам нужно выдвигаться. Поэтому давайте не будем тянуть резину и просто двинемся к машине. Потому что этот офис, он какой-то так себе. Здрасте. До свидания. Можно как-то руки спрятать эти, я не знаю. Это довольно глупо смотрится, по-моему. А где все вообще? Ресепшн. Где у нас здесь выход? Аутрищ. Аутриц. Я не знаю, по-немецки, я не умею читать. Что? Ты, говорит, мне еды не принесешь, я бы с удовольствием и сам, но мне лень. Так. Сам натаскай. Что-то грубо, Игорь, такой. Так, ну хорошо. Допустим. Получили ачьюмент. Всю жизнь мечтал. Так, там у нас какие-то офисы, что ли. Дама работает. А мужик тоже пошел работать. Окей. Так, ну хорошо. Двигим. А вот и машина, да? О-хо-хо. Судя по тому, как она выглядит, это явно... Это явно наша машина. Ну ладно, давайте выдвигаться. Хорошо. И куда-то мы приехали. Игра на самом деле... Вылетает при загрузке каждой новой локации. Если кто-то знает, напишите в комментариях, как это решить. Мои родители были... Не остановили эту машину, before they make shit. Благодаря вас, депутат. Конченция в себе. Депутат. Господи. Он вроде как что-то важное рассказывает. Предысторию. Но благодаря его акценту, это просто невозможно понять. Хотя бы субтитры добавили вы, потому что это же просто ужас какой-то. Я не знаю, такого плохого английского я в жизни не слышал. Да ладно. По ходу дела разберемся, что же мы тут делаем. Спереди, да? Депутат! 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 Ладно, неважно. Ну, ладно. Допустим, что наш персонаж не очень хорошо знает английский, и все. Ладно, какого черта происходит? Где вообще дождь идет? Как вообще на этом можно ездить? Это какая-то такая брутальная победа, да? Hello? Есть кто? Луна какая. Какого черта происходит? Да. Авария. Мне нужно как-то попасть на дорогу. Че? Что это было? Пойдем туда посмотрим, что ли? Че-то людей нет, и дальше мы, походу, не поедем. Ладно, машину давайте запрем. Чик-чик-чик. И погнали. Ау-у-у-у! Есть? Вау. Есть кто? Что-то я уже понимаю, что это была не самая хорошая затея, ехать в одиночку ночью в какой-то непонятный город, потому что, ну, вот. Мы имеем то, что имеем. Просто поиграв в такое количество хорроров, я могу сразу сказать, что есть хорошая идея, а что приведет к проблемам. Вот это вот прям, не знаю, за миллион километров до событий было видно, аж к чему они приведут. Задний дворик, и че-то как-то здесь трансформатор у вас стоит. Техника безопасности просто кошмар какой-то. Одна, допустим. Кровища, отлично. Не поддается. Причем дословно. Это не я придумал, это перевод. О, да здесь кошмар. Туалеты, мигающие лампы, темнота, все как я люблю. Воу, тихо. Какого? Ничего не видать. Там проход, что ли, какой-то? Есть кто? Ничего не вижу. Блин. Че-то началось. Только что мне хотелось смеяться от игры, а теперь уже не очень. Ладно, я надеюсь, вы это в наушниках смотрите, потому что одному мне подались не очень охота. Погнали. Секретный проход. Давай пойдем по нему. Тихо. Там кто-то определенно есть. Да че за звуки-то такие. Ух, твою мать. В такой темноте я и не увидел, что здесь лежит труп. Ну-ка, секунду. Так. Лазер. Это... Это не яркость же, по-моему. Ох, ладно. Че ж... Может, в стандарте? Хоть чуть-чуть гамму прибавить, потому что это же вообще пипец какой-то. Еще бы я помнил, где оно вообще находится. А вот. Потому что вы вообще ничего не увидите. Ну, и я, соответственно, тоже. Да, смотри, реально, в углу лежит труп. Я не могу прекратить думать. Я беспокоюсь о своем брате. А я оставил его умирать в туннеле. Я мог бы с ним обо всем этом договориться. Но он был настолько потерян, он не смог принять это. Мы не могли спасти его. Тогда я сказал ему. Меня преследовали. Я был в ужасе. Если ты там... Я хочу, чтобы ты знал, что я и не дописал. Ой, тихо, твою мать, что ты делаешь? Управление, конечно, да. И просто ужасное, но... Но в этом во всем внезапно появился смысл. Какого черта происходит? Кровавые отпечатки. Куча мешков каких-то. Ого. В темноте ты не увидишь, да? Так, а зачем мне дают ее... Хорошо, так мне не дают ее выбирать. Фу, ну будем надеяться, что теперь-то будет поспокойнее. Ага, вот почему она закрыта. Так, и как я... А, ну это я буду наружу... Не знаю. Может, не с той стороны выйти. Кто заблокировал дверь? Кто-то постучал только что. Ох, какого черта происходит? Наушниках что-то реально жутковато стало. Посмотри, реально долбит кто-то. Кто там? Американский флаг. Если же, по-моему, это кровище было. Не знаю, как посветлее сделал, стало резко во всем этом высшее смысла. Но вы знаете, что-то... Что-то мне там совсем не понравилось. Меня же передергивает. Ладно. Я уже вижу, что здесь творятся не самые хорошие дела. Там что-то есть. Генератор опять же. Так, ну ладно, пойдем на причал и выйдем. Или нам просто вот так вот пройти туда? Там вон что-то горит. Может, людей найдем. Помощь какую-то нам предоставит. Нифига мы так. Прямо в начале игры нашли снайперскую линтовку. Неплохо. Будем надеяться, что... Тратить их будет не на кого. Ну не знаю, пока что я вижу. Реально слабовато. Но когда зашли вот в этот вот... Туалет общественный. Игра резко поменялась и стала очень крутым хоррором. Какой-то дом. Движок Сурс, он просто вот на моей памяти, я на нем ни одной игры нормальной не видел на... То есть, в котором отображалась бы природа. Всегда отображалась она вот так схематично, как-то он не тянет открытые пространства. Эпизод второй там еще более-менее, но тоже довольно посредственно. Ладно. Мы разговариваем на отвлеченные темы. А между тем проблем-то у нас полным-полно. Так, куда пойдем? Пойдем сюда сначала, что ли? Винтовку оставим. Зачем она? Людей еще напугаем. Пистолетским, походим. Ого. Что-то там грохочет внутри. Что? Кто здесь? Азей Вау. Открыто. Хотел сказать, тишина. Ну как, тишина? Не совсем, я бы сказал. Это оттуда идет? Не поддается. Что? Что? Получили ачимент? За что ачимент? What the fuck? Я не понимаю, за что мне дают ачименты в этой игре. То есть, первый раз я послал человека, который пытался сесть мне на горб и покататься. Принеси, говорит, мне пищу. Второй раз вообще вроде ничего. Так, ладно, аптечка. Хозяй Вау. Какого черта происходит? Воу, тихо. Извините. Я не хотел этого делать. Кто там? Твою мать. Что-то хрень какая-то нездоровая тут происходит, я бы сказал. Ау. Ящик, короче. Не могу я к нему подлезть. Но вроде закрыт. Я не хочу туда идти. Срач какой-то. Какого хрена здесь происходит? Это нездоровая хрень. Я не хочу уже... Молоток. Не хочу уже здесь находиться. Так, арбуз не надо взять. Ладно, допустим. Это что такое? Телефон? Звонить вроде не куда-нибудь охота. Тоже нормально. Сохранение. Отлично. Сохранено. Так, ну, допустим. Стефано. Стефано! Пидипай был бы рад. Так, ну, хорош, ладно. В цирк превращать все не надо. Я плакал днем и ночью. Пожалуйста, вернись. Я продолжал повторять это во тьме. Но ответа не было. Только звук моих собственных рданий. Грегор. Так, хорошо. Что-то нездоровое происходит в этом селении, я бы сказал. Отчего, интересно, ключ? Черт его знает, честно говоря. Еще меня беспокоит, что здесь часы какие-то вообще ненормальные. Я не пойму, это... Что с этими звуками? Это же пипец как жутко. Какого черта здесь? Тюгут, твою мать! Тюгут. Тюгут. Надо валить. Надо валить. Это не то. Сюда? Не поддается. И кто-то бегает, да? Все, нафиг. Я хочу выйти отсюда. Я выйти хочу. Обычный дом вроде, но пипец. Это про... Подожди-ка. Ладно, будем надеть, сейчас будет поспокойнее. Так, выпусти меня, выпусти. Хватит. Я застрял, я не могу двигаться. Да. А что если... Или нет? А идея была неплохая, да? Ну, хорошо. А что еще мы можем сделать? Да, в принципе, не все. Ладно. Ох, хорошо. Что-то пипец реально. Просто выморозило это. Бегать можем? Просто было дико страшно. Не знаю почему. Выходишь на улицу, сразу все уходит куда-то. Мне показалось, что моя машина горит. Заходишь в помещение, становится просто дичайше вообще. До паники. Это хорошо. То есть, все, что я слышал, все, о чем я разговаривал с людьми, которые играли в эту игру, это реально правда. И теперь я понимаю, почему говорят, типа, первые 15 минут игры ужасно, а дальше тем лучше, тем лучше. Потому что первые 15 минут ты тупо ходишь по открытому миру. А как начинаешь попадать в помещение, становится не до шуток. И с кругом срач какой-то... Не знаю. Кошмар просто. Так, тоже закрыто. Ну, ладно. Пусть все. Ух, хорошо. С преогромнейшим трудом я смог попасть на эту локацию, потому что каждый раз, когда я туда заходил, она вылетает. Не знаю. Напишите в комментариях, есть ли варианты решения этой проблемы. Если нет, то мы не сможем просто играть дальше. Но, тем не менее, так, кошка, уйди. Кто это? Грабунска. Это ты? О, мой бог. Господи. Извиняюсь. Что тебя так далеко сюда привело? Короче, нашего героя я тут пока искал вариант... Пока искал варианты решения этой проблемы. Короче, узнал, что нашего героя зовут Грабунска. Его родителей убили фашисты. Один конкретный фашист руководил всем этим. Его оставили в живых, чтобы он смотрел, как его родители умирают. И с тех пор он стал детективом. Он искал след этого фашиста. Его зовут как-то там ш-ш-ш-ш, что-то, короче. И в итоге, по его следу, он и попал сюда. Поэтому сейчас мне бы хорошо было бы, если бы я смог найти какие-нибудь сохраняшки. Чтобы в следующей серии начать уже отсюда. Будем надеяться, что дальше вылетать не будет. Ну, короче, крутой мод. Мне он очень нравится, но он как-то вообще не работает. Не знаю, посмотрим. Либо дальше серии будут, либо не будут. Это уже зависит от того, смогу я справиться с этим проблемой или нет. А пока давайте попробуем поговорим с ним. Отлично. Он страшно смотрит наверх, и я не вижу вариантов ответа. Хорошо. Мод, ты такой ключный. Зачем ты это делаешь? Ради чего. Короче говоря, давайте на этом прощаться, наверное. Сейчас я буду проводить мозговой штурм, потому что у мода реально есть потенциал. И в нем есть куча интересных идей. Но, как видите, чтобы просто в него поиграть, реально приходится изгаляться. Поэтому не факт, что завтра мы увидим продолжение. Но если увидим, то увидим. Если не увидим, то уж извините. Подождем более рабочую версию. Пока что это видео я в любом случае выложу. То есть первую серию, чтобы и вы оценили. Может быть у вас все будет нормально работать. Чтобы и мне что-то посоветовали. Короче говоря, вот такая вот модификация под названием The Forgotten Ones. По-моему, крайне неплохая. Но требующая полировки. И, в принципе, на этом все. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok